Что еще? Не использовал текст? Не использовал текст? Кстати, можно использовать текст? Если слишком огромная тема, можно себе чисто померзать. Видели, например, Джобс самое известное выступление? Три вещи перед сенсорским университетом. Как он выступает? Он хоть раз оторвался от песка? И что вы теперь думаете? Джобс нормально рассказывал? Это исключение. Всегда не будешь там делать. Он прям всю речь. Одна из самых известных речей Джобс. Ее все постится, шейдит и так далее. Но он ее всю читает с листа. Вот так вот. И ты смотришь, тебе интересно. Клинтер Бейча видел то же самое. Одну из самых эмоциональных своих актерских речей. Он просто не поднял глазки на аудиторию ни разу. Как это работает? Максимальное внимание просто ведет тебя в текст. Ты не смотришь, смотришь или на тебя. Мы будем с вами много инструментов разных разбирать. Но, в принципе, он такой, что чем больше у тебя опыта, тем больше инструментов ты можешь забить. Потом ты можешь и не готовиться к выступлениям, и не повторять материал, и вообще ничего не делать. Просто если у тебя много опыта, и ты профессионал, то ты можешь просто... У меня все равно у нас мало опыта. Просто там роман внутри был. Там были тысячи людей, ему нужно было все дать. Тоже да. Типа его все будут слушать по-любому, да? Ну да. Он нам не может просто задать. Может, и тема была интересная. Одно дело преподать информацию. Другое дело, чтобы ее услышали. Ну еще очень хорошо, да. Этому еще помню суждать, потому что ты сделал презентацию. Потому что презентация, она дает очень много процентов восприятия информации. Ну да. По буквам, понятно, это очень важная штука. Так, ладно. Что мы в тот раз с Бениевым избирали тему свободы выбора, да? По Раби Активитации, по Рабдеслеру. И, ну, по Аратовскому мы там разобрали чуть-чуть, что... Вот это, если волнуешься, да? Вначале очень хорошая вещь. Там скажите, типа, поддержите его вы, да? То есть это может разбавить всю эту атмосферу. Написано в дворе, что Раби всегда, сначала он шутил в начале, да? Своей, помните, да? То есть тоже для создания доверия, то, что мы говорили в тот раз. Повторение. Сколько раз мы с вами с вами говорили? Четыре. Минимум четыре раза. Есть вообще, ну, мудрецы такие некоторые, которые... Это мы говорили уже, да? Что тот, кто не повторяет, он как тот, кто... что? Сеет и не собирает урожай, да? Это написано в Талмуде. Плюс, ну, например, Виленский Гаон говорит, что не похож тот человек, который, там, повторил один лист Талмуда сто раз на того, кто повторил его сто один раз. То есть, да, это уже другой совсем уровень. То есть повторение очень важная такая вещь. Но любой скил, он, понятно, так приобретается вот по этой шкале. По выбранной этой шкале. Про... ну, и про взгляд мы чуть-чуть дотронули, да? Это такие основные моменты. Окей. Значит так, что... Теперь мы, смотрите, пойдем так. По структуре примерно, как бы, глобально будет так. То есть сначала мы будем с вами обсуждать то, что... Это сильно важная часть. То, что происходит во выступлении, собственно. То есть, как бы, я думаю, что понятно, что... Самое важное, это то, что ты делаешь перед выступлением, а не во время выступления, да? То есть это сначала, то есть до выступления. Второе, это что нужно сделать вообще, чтобы выйти, ну, и преодолеть там сарахи разные, которые с этим совсем связаны, да? И потом уже займемся самим выступлением и его структурой. Сейчас, сейчас, сначала... Сколько у нас времени вообще? Что-то времени очень мало. Эм... Окей, ну, может быть, быстро каким-то поначалу пробежимся. В общем, подготовка, да? Я прямо сейчас буду чуть-чуть писать. Значит, первая подготовка будет, да? Под-го-то-ка. Написано, например, тоже в Талмуде, мне кажется, что, как это, первые хасилим, то есть, в общем, первые такие праведники, какие-то великие праведники, что они часто перед молитвой настраивались и часто потом еще выходили из молитвы. То есть, человек, как бы, который отец к чему-то подходит, он долго к этому готовится, понятно, да? То есть, любое мероприятие важное, ему нужно подготовить. Я помню, там, одну презентацию я делал, которая была у нас про, там, про браки, смешные браки. Я это делал, я прочитал две или три книги, было. То есть, это заняло, ну, огромное, огромное, ну, то есть, всю статистику собрать, да, и так далее. То есть, это, иногда, подготовка занимает очень много времени. Прекрасу есть такое, да, слышали, по-моему, про него история, что он с какой-то журналисткой, по-моему, что ли, встречался где-то, они сидят в кафе, и он, она... Ну, он просто, пока что-то ждал, он взял какую-то, эту самую, салфетку, на ней что-то на мазюху, да? Она такая смотрит на нее и говорит, вау, вот это да, вот это красота, ну, и она продала, это дорого. И говорит так, ну, вот это классно, смотрите, вообще классно, пять минут и такой шедевр. Он говорит, я к этим пяти минутам готовился 25 лет. Теперь, понимаете, здесь, да, подготовка, это самое главное, потом, то, что ты за пять минут можешь сделать что-то такое красивое и, ну, то есть, содержательное, выдающееся, это зависит от того, сколько до этого труда вложено вот в то, что ты собираешься сделать, да? То есть, этот результат, как бы, достигается не за пять минут, а то, что ты сделаешь в эти пять минут, зависит от того, потом... Что такое, все это? Зависит от того, сколько ты до этого времени вкладывался в это дело, да? Да, я, кстати, ну, есть сегодня такая книга, говорят, такой, информацию такую, да, закидывают в это, в современном обществе, что, ну, есть такой принцип десяти тысяч часов, да? Да. Что для того, чтобы стать всем... То есть, любые теплы, они где-то там по бабам, в Англии сначала были безызвестными и где-то отыграли там, ну, десяти часов, то есть, я не знаю, минимум десяти. Я считал... Три года. А? Три года плюс-минус. Вот если прям каждый день и без конца. А я считал, Раби Акива, который учился в Яшиве, там, двадцать четыре года, ну, то есть, только по времени в Яшиве, это примерно сто тысяч часов. То есть, я думаю, что поэтому он стал самым таким выдающимся вообще... Ну, то есть, как это, отец устный тоже он стал, да, в принципе. То есть, получается, весь опыт... Ну, то есть, в общем, все зависит от труда вложенного этого дела, то есть, получается, самое главное, оно происходит при, в принципе, при подготовке, то есть, то, что ты подготовишь, что оно потом и выставишь. В принципе, во время выступления ты уже особо ничего не можешь сделать. То есть, то, что ты заготовил заранее, то есть, ну, как это говорите, да, что... Что ты будешь есть на шаббат, да, если ты на шаббат себе перед этим ничего не приготовил. То есть, как бы, то, что ты за себя купил, приготовил, принес, пожарил, ты как бы можешь есть, нет, нет. Ну, то есть, да, то есть, все зависит от подготовки. Так, сейчас я подумал просто, что мы сегодня успеем. Давайте такой маленький блок, чтобы не разберем. Есть такое, да, ОФП, да, ОФП, ну, общая физическая подготовка. Есть такое же ОФП оратора, да, из чего оно состоит. Это некоторый, как бы, набор таких, вообще, базовых некоторых действий, для того, чтобы ты мог вообще выйти и что-то людям рассказать. То есть, для того, чтобы, ну, выйти на, ну, как бы, на публику что-то рассказать, нужно быть к этому привычным. Для того, чтобы быть к этому привычным, нужно, как бы, выйти из привычной зоны, да, ведь мы с вами уже обсуждали, и... И, а? И разберем его. И выйти из, как бы, из зоны комфорта, и перейти вот в эту новую. Теперь в ОФП оратора входят четыре вещи. Первое, это новое, то есть, ну, человек, когда выходит выступать, он приходит куда? В какое-то место, да. И в этом месте он выступает перед, перед людьми, ну, и с материалом. То есть, получается, как бы, три составляющих, да, материал, место и аудитория. То есть, материал ты готовишь до, место, вот, как раз, место, место нужно очень хорошо проверить до того, как ты будешь там выступать. То есть, я, например, в Москву когда ездил, да, там, ну, то есть, я там был первый раз, ну, какой-то, там, загородный такой, как, ну, такой, как называется, турбазок, ну, в общем, полный этот, домики отдельные, да, забыл, отель типа такой, загородный, да. И там, т.е. Да, загородный комплекс. По-сторому, вот этот давал право Раби Акибу, это длинно, как бы, его биографию, все, как бы, его успехи и неудачи и так далее. То есть, все, что мы из него учим. Теперь для того, чтобы выступить, я сначала пошел в, то есть, там, это было перед шаббатом, перед шаббатом все, никого нету, все, там, готовятся к шаббату. Я пошел туда, там, был достаточно далеко, и просто посмотрел, где это будет происходить, сам шаббат, чтобы, то есть, потому что, если ты пришел первый раз на новое место, то это очень, ну, это очень, ну, может быть, дискомфортно, да. То есть, нужно, как бы, сейчас, подготовка раз, здесь мы пишем два места. То есть, очень важно, чтобы это было, как бы, твое место, оно было привычное. То есть, самый хороший вариант, это просто еще, когда никого нету, просто прийти туда и представить. Вот ты ходишь, вот ты что-то рассказываешь, люди сидят примерно вот здесь, как ты поставишь стулья, как это будет происходить. Это очень важно, то есть, ты, когда привыкаешь к новым местам, к новому количеству людей, это, собственно, вводит вот это все больше в твою, как бы, комфортную тему. То есть, это становится нормально, да. То есть, когда человек сейчас становится нормальным, сделать раз, сделать два, нормально. Потом уже, как бы, опять же, да, тут же я сказал, что, чем больше ты что-то делаешь, тем больше принципов ты можешь отметать. Когда ты уже много раз выступал в новых местах, можно, в принципе, потом уже и не проверять, где это будет. то есть у нас есть еще раз место и у нас есть 2-3 это есть у нас люди и важно проще прощупать насколько возможно заранее в аудитории там например я тоже старался сделать я познакомился с максимальным количеством людей с которыми мог там за за полдня познакомиться то есть знать хотя бы кого-то в аудитории кто есть лучше еще туда посадить своего человека чтобы он какие-то интересного вопроса к тему задавал но это как бы она когда есть кто-то такое в аудитории он немножко аудиторию подогревает нужно проверить места нужно проверить людей то есть саму саму аудиторию еще да ну как бы давайте вот так вот это вот овпп да в него входят скажем там три вещи раз два эти все вещи прикольные при личном общении при всем да то есть везде можно использовать третье это просить то есть как бы любой то есть как бы что я который там преподаю тоже что какой-нибудь человек который в магазине что-то продает да продают кто бы то кто бы то ни был то есть он как бы или где-то в достоевске что ли было это хочешь почувствовать чистой любви приходи на сыновал да то есть как бы хочешь хочешь я не знаю быть счастлива вот купи мой холодильник хочешь вообще благословений и божественного проведения счастья в свою жизнь буду получать все такое одевайся линку утром да то есть нужно как бы нужно что просить она стрёмно да у людей ну то есть это дискомфортно пойти у кого-то что-то попросить да и сделай или это как бы еще одна третья вещь до которую нужно привыкнуть делать эту стрёмную вещь у людей что-то просить или ну понятно даже что-то просить это как бы третья вещь это просить и четвертая вещь приходи на собак да ну нет не стрёмно просить это легко просто дай номер своей карточке да то есть как бы это не сложно вот и это просить и четвертое это комплименты да то есть ну при и при работе с людьми очень интересная вещь рамбом пишет что ну если это заповедь да очень самое вообще мейнстрим мейнстрим в миру да люби ближнего как себя рамбом ну как технически что это рамбом пишет что первая вещь которая входит в любви ближнего как себя это хвалить других людей там дальше родским покоином он приводит массу вообще-то там огромный блок вообще информации о том что такое комплименты как говорить детали когда применим когда неприменимо как не перегнуть кому говорить кому не говорить а вот например очень интересная тема была можно ли говорить ты будешь рассказывать про этот комплимент свои своему мужу или своей жене при других нет например такую тему очень интересную пишет что что например нельзя говорить ну это обычно происходит и люди делают это доброе побуждение говорят ну там про своего супруга да например или там партнера что-то хорошее другим людям теперь им прикольно но что это создает для других людей одна подружка рассказала про свое это другая это теперь мой он должен и мыть посуду и стирать белье и это и это и это создается такой идеальный образ да ну это есть книга я забыл я искал мудрецайл он прям пишет что как бы ни муж ни это на друг другим про своего и про себя тоже не должны рассказывать только мужчина при мужчинах о том что правильно делать мужчине чтобы как бы вдохновить других мужчин на то чтобы они так себя ведут это как бы единственное что вдохновило вот это как бы единственное а и вы так делаете постоянно я делал да вот ну как бы бывало бывало да бывало вот теперь мы последние да это это вот это комплимент да то есть это основная часть в этой заповеди как говорит рамбом люби ближнего как себя ты просто ну хвалишь ну понятно что похвала всем приятно и так далее я думаю что мы отдельно эту книжку когда-то пройдем это очень то есть это как бы вообще фундаментальная первая часть это наполнять сосуд другого человека вот этим вот ну ты красавчик да и он интересно он пишет про комплименты себе что тоже надо это обязательно штука что у кого-то это уже не осознанно у кого-то это не осознанно это в хорошем уровне у кого-то то есть он уже сам как бы автоматически раз делал вот это я классно сделал кому-то это надо вводить вот теперь комплименты говорить тоже не ну стрёмно да то есть типа ну вы классные его нужно подобрать нужно знать когда его сказать нужно не перегнуть потому что человек который например с комплимента перешел налезть это мало того что он хочет тебе втереться в доверие то есть мало того что он от тебя что-то хочет он еще как бы и мимикрирует под своего да то есть и это вообще в двойне опасный такой индивидуи то есть его перегнул в этом да это вообще давайте я думаю что вот на этом моменте мы закончим еще раз вот это да общая физподготовка зона комфорта в которой надо выходить это четыре основные вещи это но ну то есть ну как бы понятно что здесь все нужно написать контента вот это что я рассказывала должно быть потому что находится подготовки ис из сила и заранее то есть какие три остальные вещи это то что я рассказываю только где я рассказываю только могу и рассказывай все эти три месяца лет over here то есть нужно спросить когда узнать короче да второе это место где это что нужно приспособиться по ней, где я буду ходить, куда я не буду ходить. Особенно первые разы это капец, как важно. И, ну, люди тоже, если я вам дал какие-то примеры, то тоже очень важно. Я вспомнил просто Исак рассказывал, как он проводил тренинг на первый раз, первый опыт у него такой был. Обычно у него тренинги идут, ну, на 300 человек, да, например, там, может быть. А тут это купили очень богатые какие-то, ну, главы компании. Там такие, в золоте такие, 12 кресел таких. То есть, вообще, тут вообще непонятная аудитория. Он говорит, я минут 40 потратил на то, чтобы хоть чем-то их зацепить, и в итоге какой-то там, ну, и, типа, ты им что-то рассказываешь, и говорит, что хочет. Затирают тут какие-то темы, там, саморазованные. То есть, им эти термины, они не понимают, что им хочется вообще. Ну, и, типа, сидят такие крутые ребята и просто, ну, в общем, да, им все равно. Какой-то, в итоге, шуточкой, что-то там какой-то такой, низкоуровневый, когда он их в итоге пробил, какие-то начал вот эти гвозди показывать, что-то такое, да, значит, и они чуть-чуть заинтересовались, и потом уже расчегарилось этим. Нужно очень хорошо, то есть, если не знать аудиторию заранее, может быть очень много проблем. То есть, опять же, если бы я знал заранее аудиторию, которая будет у меня в Москве, я бы поменял и структуру, и то, что... Я бы, короче, много вещей поменял, да, очень сильно зависит от того, кому-то рассказывать нужно хорошо, ну, хоть на каком-то уровне знать, да, менталитет и так далее. То есть, это контент, места, места, люди, ну, привыкнуть что-то просить, да, вообще у людей, как это можно привыкнуть, ну, были такие... Ну, в следующий раз, ладно, в следующий раз это разберем, это прикольная тема. Были такие навардыцкая решива, у них там были особые такие методики, там, прийти в аптеку, вносить, там, дайте гвоздей, да. Нет гвоздей, да. И раз этот человек, он, как бы, приучивается, как бы, отстегиваться от материального мира, немножко туда, да, то есть, у них была такая... Они были такие, чуть-чуть экстремисты, такие еврейские. Вот, и, что... И последнее, да, говорить комплименты. Многим вообще сложно, да, нужно уметь говорить комплименты. Вот эти четыре вещи мы сегодня разобрали, коротенько тогда. Спасибо за внимание, я продолжу в следующий раз. Спасибо большое, Ариэль.